Давайте поговорим о том, как организм перерабатывает глюкозу и о том, как обнаружить у себя диабет. Я не врач, поэтому могу где-то допустить неточность. Я не буду давать рекомендации, а просто хочу объяснить вам тему, чтобы вы имели представление об этих процессах. Давайте подумаем о том, что происходит после еды. Я нарисую график. Вот ось времени. А по оси координат откладываем концентрацию сахара в крови. Давайте запишем. Концентрация глюкозы. Концентрация сахара в крови. Говоря о сахаре в крови, имею в виду глюкозу. Отметим здесь несколько точек, например, 50. Единицы измерения миллиграммы на децилитр. Лучше запишу по-другому. Везде используются миллиграммы на децилитр. В следующих роликах я расскажу подробнее о единицах измерения. Допустим, здесь 50. Допустим, здесь 100. Здесь будет 150. А здесь будет 200. Как все происходит у здорового человека? Укажем время. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 часов. Вот так. У здорового человека, который не ел более 8 часов, концентрация сахара натощак составит 80 миллиграммов на децилитр или что-то около того. Возможно, небольшие вариации значений. 80 миллиграммов на децилитр. Это концентрация сахара в крови человека натощак. Допустим, это утро. Например, раннее утро, где-то 7 часов. Человек долго не ел. Это концентрация сахара натощак. Врачи иногда называют ее препрандиальной концентрацией. Я слышал это слово от своей жены, но не понимал смысла. Означает то же самое, что натощак, то есть до еды. После еды – постпрандиальный. Сложное название для простого понятия. Например, через час человек завтракает. Это соответствует отметке в 2 часа. В составе завтрака здорового человека всегда есть какое-то количество углеводов, которые расщепляются до глюкозы, и глюкоза попадает в кровоток. Концентрация в крови увеличивается, концентрация глюкозы увеличивается, медленно растет. Согласно исследованиям, пик концентрации приходится на 45 минут после еды, то есть где-то здесь. Допустим, как-то так. У здорового человека концентрация глюкозы не поднимается выше 120 миллиграммов на децилитр, кроме некоторых исключений. Мы рассматриваем обычный завтрак здорового человека, а не горшочек меда. Стандартный завтрак. Допустим, 120 – это где-то здесь. У здорового человека, не диабетика, концентрация не будет выше. И где-то через два часа она возвращается в норму ниже 100 миллиграммов на децилитр. Впоследствии концентрация достигает своего исходного значения – 80 миллиграммов на децилитр. Она окончательно возвращается в норму. Если концентрация сахара в крови с утра составляет 85 миллиграммов на децилитр, это в пределах нормы. Существует небольшой разброс значений. Теперь рассмотрим сахарный диабет первого типа, когда в организме недостаточно инсулина для усвоения глюкозы. Или инсулина может быть достаточно, но он не будет действовать. Если инсулин не действует, глюкоза не усваивается. Концентрация глюкозы вырастет. Проснувшись с утра натощак, диабетик измеряет концентрацию сахара с помощью глюкометра, который можно купить в аптеке. При этом концентрация сахара в крови будет выше нормы, например, где-то в районе 140 миллиграммов на децилитр. 140 миллиграммов на децилитр. Увидев это, не нужно бояться. Нужно провести несколько измерений для верности и обратиться к врачу. Я не даю никаких медицинских рекомендаций, ролик не об этом. Я всего лишь поясняю суть происходящих процессов. Не нужно из-за моих слов менять свою жизнь. Итак, суть в том, что высокая концентрация свидетельствует о неправильном усвоении глюкозы. У организма было более 8 часов, чтобы выделить в кровь инсулин и снизить концентрацию глюкозы до нормальной. Но этого не произошло. Если концентрация сахара повышенная, это плохо. Пороговое значение лежит где-то между 100 миллиграммами на децилитр и 120-130. Где-то на этом отрезке. Если концентрация натощак выше, чем это значение, то есть препрандиальная концентрация превышает этот пороговый уровень, это повод обратиться к врачу по подозрению на сахарный диабет. Это повод для опасений. А после еды концентрация вырастет до 180 и выше. Повторюсь, сами эти значения без обследования ничего не значат, но это хороший повод заподозрить у себя возможные проблемы. 180 – это где-то здесь. Покажу эту границу волнистой линией. Я не могу назвать вам конкретных пороговых значений с точностью до 1 миллиграмма. Нет. Это приблизительные ориентиры. Они нужны в качестве пороговых значений для удобства. Если концентрация сахара после еды выросла, например, до 200, это повод забеспокоиться. В целом, у больных диабетом, у которых есть проблемы с усвоением глюкозы, будет подобный график концентрации. Например, концентрация натощак будет 125-130. Как-то так. А после еды она резко возрастает. Часть глюкозы усвоится, иначе это верная смерть. Но усваивается она плохо, поэтому концентрация не возвращается в норму. Клетки поглотят часть глюкозы из кровотока. Это же живые клетки, им нужно что-то есть. Но концентрация не снизится до 80 миллиграммов на децилитр. Она вернется к прежнему уровню, где-то 120, и это повод забеспокоиться. Если концентрация глюкозы натощак выше 100 миллиграммов на децилитр, это повод беспокоиться. Возможно, сменить образ жизни. Если концентрация после еды выше 120, это снова повод для беспокойства. Возможно, существует риск развития диабета. Наличие такого графика концентрации сахара в крови говорит о диабете. Наличие такого графика – повод для беспокойства. Но, повторюсь, конкретнее вам скажет врач. Я не даю рекомендации, а просто объясняю суть биологических процессов.